некоторые думают что сначала я буду иметь что-то например большую сумму денег потом открою офис я буду там бизнесменом в этом офисе и тогда я буду делать мы производить какой-то продукт например в качестве бизнеса или в качестве там я не знаю семьи то есть я буду сначала должна нас что-то заиметь потом тогда я буду какой-то там статус имеет до 0 политики то же самое в общем в любом в любой сфере детства такая формула но люди они могут ее переставить местами осознанно если захотят добиться больше результат потому что в итоге получается что пока человек что-то заимеет от этой жизни неправильная позиция это просить позиция просящего мир так устроен что сначала нужно что-то отдачно поднести и тогда вам вернется во благо еще с каким-то там умноженными дивидендами поэтому некоторые делают как они сначала делают что то отдают да потом они что-то имеют за это за то что отдают мы там трудиться трудиться получили какой-то гонорар и тогда они начинают считать себя что они быть это кем-то себя представляют в этой жизни какой-то там звание статус награды и так далее либо даже наоборот сначала делать потом быть потом иметь это кстати очень знакомо с нашими и так скажем из советского союза взятыми принципами нас всегда образование строится так что сначала нас заставляют получить что-то чтобы мы делали 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 но работает на предприятие повышали по карьере становились там директорами безоги до получали какую-то инвестицию жизненную и в итоге который выливается в пенсию иногда вот это вот и отсюда утекает далеко-далеко далеко когда нам уже 70 лет примерно иметь превращается в холмик мы имеем ну в холмик или в холмик да это делает часто но по сути как бы получается некоторый обман вместо чтобы иметь сразу а мы говорим именно о деньгах и о заработке и конкретно на массажных технологиях сейчас к этому все подведу мы получаем такую формулу 40 делить на 40 и равно 40 это имеется ввиду 40 лет работать по 40 часов в неделю и получаем 40 процентов в итоге дохода от того на что мы привыкли жить пока мы это все делали понимаете я считаю что в принципе нечестно можно вообще поступать совершенно по-другому можно сначала поставить себя в некоторое место быть мы уже есть тем тем кем хотим быть и сами себя этим называем тут неважно гордыня это или какой-то придуманный образ он пока придуманный он формулирует некоторые эгрегор в нас внутри который становится реальность потихонечку становится реальностью тогда мы сразу имеем кстати иметь мы можем даже вот и на этой позиции сразу быть и иметь тут же то есть сразу иметь клиентов только назвали с массажистом буквально там один-два дня и уже есть клиенты поскольку они уже есть то мы уже делаем и массаж практикуем как вам нравится такого перестановка что сначала мы себя кем-то назначаем как наши страх страха не уверен это тоже у меня аудио диск этому потом есть на все это работать да есть у нас даже страх тонну из ничего прибавить страх тонко шину отсутствие опыта наработки вот это там первое-второе занятие наработка кого нет там садим человек без двумя проработать да и когда у меня там два кольца прошло да я уже там давно уже есть там в руки запомнили ну вот мышцы вот такая вот такой вот ну просто с опытом просто надо начинать там где-то или что-то подскажу на наши занятия специально построены тренинги что там мы сразу же начинаем практиковаться на питается огромное количество людей для мы тренируемся друг на друге происходит еще тусовки помимо самого тренинга есть еще еженедельные мероприятия когда но такие вечерние где мы собираемся просто друг на друге отрабатываем собираться друг на друге какие-то ну там кто-то вспоминает кто-то что-то какие-то детали узнают новые все это мы будем проходить в дальнейшем то есть не только заканчивается все как на тренинг дальше есть группа закрытая но она онлайн группа мы встречаемся здесь через которую мы будем развиваться получать дальше кроме того есть у нас специальный тренер который готовит сейчас программу по борьбе со страхами это просто перед мы будем забегать будет и такое если кому-то что-то не хватает но вот в этой системе на самом деле среди трех вот этих вот неизвестных есть еще один элемент неизвестным или известный отгадайте какой кто-то я тут еще не указал не нарисовал моральное удовлетворение это вот как раз когда быть если мы кем-то себя назвали мы этим уже удовлетворены здесь не хватает знания опять же наша система образования построена так что она все время нам твердит знание это сила знает больше изучает больше читая больше книг кто много прочитает это умнее неправильно это все неправда я это сразу все отвергают знания это бессилие чем вы больше будете знать тем хуже вы вот никогда не достигнете вот этого очень по очень простой причине есть масса людей которые напитываются знаниями и я тоже на каком-то этапе так делал получается что человек ну давайте допустим хочет стать кулинаром он смотрит кулинарное шоу читать специальные книги досконально все зная что нужно делать он накапливает в итоге по этой формуле знания плюс знания плюс еще знания еще знания еще знания и но никак не начинает действовать потому что когда он еще действует у него есть психологический комплекс который внутри ему это мешает сделать например он хочет приготовить там какой-нибудь плов по-аджарски абхазский как-то еще знает уже какие помидоры надо там черри или какие-то там бычье сердце помидор какой рис подобрать какое-то масло и все остальное и он никак не начинает он даже яичницу унижает яичницу унижает потому что боится что он обломается у него свой собственный статус в борьбе со страхом свой собственный статус здесь возвышен но по сути он вихрем спустился вниз потому что начать никак не может потому что когда он начнет он точно знает что у меня не получится у меня не получится там сделать так качественно как он о себе возомним есть монах какой-то буддийский он говорил такую формулу жизненную что каждому надо слепить свои 100 пелеменей и только потом человек станет персоналом почему потому что переместить это на самом деле просто все знают но кто из вас не знает как и без применения тесто скатал там мясо порубил там что-то добавил мулачей до много мулачей но пока вот мы не отработаем это опять же про практику здесь пока мы не отработаем свои 100 пелеменей мы не получим тот нормальный пельмень который нам нужно то они будут разваливаться то они будут раскрываться потом мясо будет не то жестко и еще что-то всегда что-то будет не так поэтому важно не набирать знания а важно поставить в эту точку и начинать лепить пелемень начинать массировать начинать делать то дело ну грубо говоря от которого прет и приносит удовольствие а чтобы его делать персонально это уже там мы с вами поговорим и я вас этому учу так что вот на самом деле знать в итоге школа на чем основном что знать у нас вот в этой форме куда можно поставить спереди сзади посередине как вы думаете они делать то познать мне все-таки знать куда потому что всегда по эта теория должна просто закрепляться на практике берешь маленький кусочек получаешь теоретически тут же закрепляешь на практике потом опять чуть-чуть знание опять закрепление на практике правильно тут же да то есть по сути это либо после либо около то есть знание приходит вот здесь но у нас нас как учится обычно наше образование общественное она говорит всегда тебе надо много знать чтобы потом что-то иметь разбираться фондовом рынке чтобы делать валютные ставки какие-то и иметь есть какой-то привык или тебе тут надо что-то знать на самом деле вот знание она приходит именно ровно настолько насколько мы его практикуем то есть по этой формуле я вообще пропагандирую что тут иметь и знать все вместе поскольку мы начинаем делать то у нас знания еще и расширяется дальше посмотрите что я сейчас нарисую готовим людей знания обычно как начинают люди набирать пусть книжек да это самое дешевое результат того что у нас останется прочитанные книги где-то через неделю уже меньше 50 процентов а через месяц и через там три месяца там вообще остается ну и богу там процентов 5 остается и того меньше можно пойти на семинар например или вебинар да более конкретная информация мы ее даже можем зафиксировать и конспектировать но если мы не будем практиковать у нас останется ну процентов там 10 допустим если пойти на тренинг то у нас останется знание гораздо больше процентов уже 30 если будем практиковать то мы можем еще и повышать если тренинг не просто тренинг а например как это называется воркшопы так называемым когда мы сразу не просто тренируем навык свои а мы дополнительно еще отрабатываем их до результата прямо во время тренинга то мы получаем знание уже практически 60 процентов у нас остается нашей жизни в наших навыках далее есть система вот так получить еще выше знание что нужно сделать по вашему аспирантуру поступить не надо аспирантур надо как раз вот быть и стать кем-то вот в этой шкале ну например стать тренером который может увеличить количество знаний до 90 процентов тренером быть очень интересно потому что это постоянно отклик от аудитории то есть человек учится по факту и учится сразу ну и от своих учеников тоже получать знания это такой взаимоотмен